Добрый вечер. 8 октября, 589 день аннексии Крыма. В эфире Заман. Гражданская блокада Крыма продолжает. Сегодня уже 19 день акции. На трех административных пунктах пропуска ситуация спокойная. Подробнее расскажет Алим Абдулхайров. Линия электропередач Мелитополь-Жанкой в аварийном состоянии. Провода находятся под напряжением. Демонтаж и замена опорных столбов должен был начаться сегодня в 9 утра. Ремонтные работы так и не начались. Аварийная служба так и не уточняет, когда именно будут проводиться ремонтные работы. Будут производиться работы по замене железобетонных опор, то, что находится сзади. Ну а в сроки, в ближайшие и в кратчайшие сроки, эти работы будут выполнены. На всех трех пропускных пунктах с сегодняшнего дня начинают дежурить правоохранительные органы. Как сообщают активисты гражданской блокады Крыма, решение было принято совместно с Херсонским УМВД. В случае, если граждане, которые передвигаются через пункты пропуска, отказываются предоставлять к осмотру транспортные средства, привлекаются правоохранительные органы для того, чтобы в соответствии с законом посмотреть, что перевозит водитель транспортного средства. Гражданская блокада будет находиться, она будет находиться бессрочно на всех постах, на всех въездах в Крым, будут дежурить правоохранительные органы. Данное решение было принято штабом гражданской блокады с участием руководства УВД Херсонской области. На пропускных пунктах Чангар, Каланчака, Чаплынка, со слов активистов, все спокойно, провокаций нет. Алим Абдул Хаиров, Олег Козыгин, Ислям Пинка, Заман, АТР. Пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook сообщил, что в зоне проведения операции вчера было нарушено перемирие. В районе населенного пункта Троицкая противотанковыми управляемыми ракетами был обстрелян украинский опорный пункт. Сразу после обстрела об инциденте сообщили представителям ОБСЕ. Сейчас прорабатывается вопрос проведения экстренной встречи трехсторонней контактной группы. Проводились протягом дня индиционерной работы, обладнували, обладнували треншею. И орієнтовно 12-20, 12-20 сторони противника, конкретно бачили звідки, з якої позиції їхньої, нанесли нам удар с противотанковыми управляемыми ракетами. Зенитный ракетный комплекс «БУК», сбивший «Боинг МН-17» в Украине – это российская установка. Экспертно-журналистская группа «Беллингкет» опубликовала доклад по расследованию сбитого в прошлом году над Донбассом самолета малазийских авиалиний. Авторы доклада утверждают, что «БУК», который сбил «Боинг» – российского происхождения. Эксперты пришли к выводу, что этот комплекс до катастрофы в Украине находился в составе 53-й зенитно-ракетной бригады под Курском. Кроме того, «Беллингкет» также утверждает, что им удалось установить личности четырех человек, транспортировавших российский «БУК». Доклад передали международной следственной группе, которая расследует катастрофу МН-17. Радикалы заблокировали заседание суда, на котором рассматривали дело Игоря Масийчука. Суд перенес апелляцию на следующий вторник. Во время заседания Масийчуку якобы стало плохо. Ляшко с радикалами заблокировали выход из здания суда и не дали конвою вывезти их однопартийца. Впоследствии в суд прибыли врачи скорой помощи. Масийчука госпитализировали. Ранее Олег Ляшко предоставил суду 90 обращений от депутатов из разных фракций с просьбой взять на поруки Игоря Масийчука. В Украине поиск жилья и трудоустройства вынужденных мигрантов остается. С очень острой проблемой аннексия Крыма и развязывание войны на востоке страны заставило людей покинуть свои дома. Получают ли переселенцы поддержку государства в нашем сюжете? Али Исаев с женой и тремя детьми уехал из Крыма еще в прошлом году перед проведением референдума о присоединении к России. Они поехали во Львов и нашли приют у жителей хутора Ладыки. На хуторе особо условий, конечно, не было, но люди помогали чем могли, там соседи приезжали там на этих вырочках, лошадях, приносили там, даже мясо приносили, то есть все. Но так как там не было работы, то есть нужно было что-то делать, потому что семья, как бы дети, то есть мы выехали, приехали в город. Перебравшись в город, уже сами за свой счет сняли жилье. Али работал на нескольких работах. Я много где работал и поваром, и официантом, и на вышках работал, и сотником, монтажником, то есть много чего перепробовал на самом деле. Амина Исаева домохозяйка, занимается воспитанием детей. Говорит, детских денег, которые выплачет государство, не хватает даже на самих детей. С документами у нас были проблемы, потому что они могли перевезти сюда, ну как бы детские. У нас помощь детские платятся, 950 гривен. Как бы было больше, сейчас немножко меньше и стало немножко тяжелее, ну ощущается. Потом же цены поднялись. Али рассказывает, от государства помощи практически не было. Семье в основном помогали волонтеры. Конечно, больше всего, наверное, помогли волонтеры, как бы изначально, то есть по их приглашениям мы приехали, нас встретили. Государство помогает так пассивно, то есть как бы стандартно, да. То есть, ну, те же, опять-таки, выплаты детские, которые есть, ну, это, естественно, оно все уходит на семью, да. И вот после того, как приняли закон о переселенцах, да, о разных территориях оккупированных, они стали выплачивать на квартиру, там, ну, две с копейками, скажем так. Но этого, естественно, не хватает. Парламентарий Георгий Лагвинский считает, государство не в состоянии финансово помочь всем переселенцам. Но уверяет, бюджет увеличивается. И вскоре могут появиться деньги и на временно перемещенных лиц. С учетом того, что ни одна страна мира не смогла бы достойно справиться с проблемой полутора миллионов временно перемещенных лиц, это невозможно. Люди, которые все-таки переезжают, мы относимся к ним с уважением и должны оказать максимальное содействие. На сегодняшний день государственный бюджет начинает пополняться. Я очень надеюсь, что следующие транши того, профицита бюджета, пойдут все-таки на поддержку лиц, которые действительно в этом нуждаются. Это временно перемещенных лиц. Али в Крыму занимался выращиванием саженцев, роз и винограда. Решил продолжить свой небольшой бизнес и в Украине. Недавно он выиграл два денежных гранта, которые уже успешно начал вкладывать в развитие бизнеса. В целом, за полтора года он уже в третий раз меняет свое жилье. На этот раз перебрался в пригород Львова, чтобы заниматься земледелием. Потому что надо семью кормить и все-таки решил, что нужно заниматься тем, что мне нравится, то, что получается. Лилия Зинедин, Асан Иминов, Заман, АТР. Белорусская писательница, которая осудила аннексию Крыма, получила Нобелевскую премию по литературе. Светлана Алексеевич имеет украинские корни. Она является автором исторических документальных исследований «У войны не женское лицо» и «Цинковые мальчики». Нобелевский комитет присудил ей премию в размере почти миллиона долларов США. Алексеевич стала 14-й женщиной и 108-м лауреатом главной литературной награды мира. После вторжения российских войск в Крым она осудила действия президента Путина и опубликовала статью в немецкой газете. Ну, разве можно такую премию ждать? Я еще в этом качестве только два часа, так что я еще не знаю, что будет. Куда исчезла красная шапочка? В крымских аптеках запретили продавать спирт, однако появилась альтернатива. Вместо этилового раствора предлагают косметический лосьон. Так российская администрация Крыма борется с алкоголизмом. Подробнее в сюжете. В симферопольских аптеках перестали продавать спирт. С прилавков исчез знакомый всем пузырек «Красная шапочка». Вместо него в аптеках предлагают лосьон на основе спирта. А чем оно отличается от спирта? Там 96%, здесь 75%. То есть здесь меньше процентов спирта. А так в принципе больше ничем? Ну, тоже, да. Спирт там подготовленный, так и пишут. А что написано лосьон? Ну, вот замаскированный спирт. Ой, это спирт? Да. А? В России другого не существует. Да? А что с обычным стало? Обычные, в Украине. Это такое, в России такая пузырек такая. Еще в 2014 году Министерство здравоохранения России опубликовало приказ, по которому этиловый спирт попал в список лекарственных средств, отпускаемых по рецепту. Министерство здравоохранения России. В России все. В России. А не долго было. Так, чтобы можно было. Так, в леду. Это что, вы не пили, что ли? Это чтобы я вам могла продать. Если бы у меня спросили, было написано в списке, я бы вам сказала, дайте мне все. По словам аптекарей, 96% спирт перестали продавать в рамках борьбы с алкоголизмом. А с обычным спиртом что? Какой-то новый спирт, что ли? Какой-то косметический. А чем отличается? Это нигде добавлено. И все? Чистый спирт не разрешается. Чистый спирт не разрешается? А с чем связано? С чем связано? Спирт и спирт. Не только для уколов применяют, а для того, чтобы... Эффективность подобного метода борьбы с алкоголизмом сомнительна. По словам симферопольцев, пузырьки с лосьоном продают даже в продуктовых магазинах. И они пользуются большим спросом среди населения. Предлагаемый в аптеках препарат, замаскированный под косметический лосьон, по составу почти не отличается от обычного этилового спирта. В некоторых лосьонах содержание спирта составляет 95%. Другие фирмы предлагают лосьон с экстрактами из лаков и огурца. Так сказать, и выпить, и закусить. Россия без Путина. Долой власть чекистов. С такими лозунгами в Москве прошел очередной митинг участников традиционного пикета в поддержку узников Болотной. Митингующие выразили протест против нарушения конституционных прав и свобод человека. Кроме того, комитет 6 мая выступил против российского военного вмешательства в Сирии и передает Радио Свобода. Я лично помню Афганистан, я помню эту необъявленную войну. Я помню, что было 13 тысяч трупов только с нашей стороны. Наши же сограждане не интересуют, так сказать, убитые афганцы. Их там миллион погибло, да? Их это не интересует. Ну хорошо, хотя бы на свою боль тогда реагировали бы. Вот 13 тысяч, оттуда из Афганистана не вернулось, да? Сколько мы сейчас потеряем? Я лично не верю, что мы обойдемся там только авиаударами. Так не бывает, так победа не достигается. И все последние сведения говорят о том, что, в общем-то, готовятся на земные операции. Значит, опять оттуда пойдут гробы. От первого лица в нашей стране очень много зависит. И я думаю, что вот вина за то, что происходит сейчас в России, лежит в первую очередь на Путине. Добой власть чекистов! Добой власть чекистов! Россия без Путина! Россия без Путина! Россияне не очень понимают, где располагается Сирия, однако некоторые готовы отправить на войну своих детей. Российское оппозиционное издание «Грани ТВ» провело опрос жителей подмосковного города Одинцова. Интересовались их отношением к поддержке Путиным режима Башара Асада и к российскому вмешательству в Сирии. Кроме того, россиян просили показать Сирию на карте мира и ответить на вопрос, готовы ли они отправить туда воевать своих детей. Как вы к ней относитесь? Я к пустыню отношусь. Как я оцениваю поступки Путина? Да, да. Отлично, нормально, молодец. Подержу. Не знаю, что за наш. Мне нравится политика Путина, мне нравятся его какие-то военные действия. То, что делает Путин, это все прекрасно. Войска России вошли, почему-то сразу этот самый Буш предложил на переговоре, да? Буш? Да. Сирию на карте сможете показать? Сирию на карте? На карте, да. Сирию на карте, я, наверное, не покажу, потому что карта вообще плоховато. По географии слишком, слишком, слишком было 3. Где-то в этой стране, да, получается? Ну, так, в Сирии. Я так плохо вижу сейчас, без очков. Я знаю свою Россию, как бы мне Россия больше нужна, чем она остановится. Прямая польза России есть. Прямая польза идет, потому что мы же будем там, самое главное будем же, правильно же? Пользы нет. Наоборот. Это ущерб. Американцы создали фотоаппарат с 16-ю небольшими камерами с различными объективами, собранными в одном корпусе. Сзади устройства расположен 5-дюймовый экран с тач-скримом для управления камерой. Ее создатели позиционируют L16 как гаджет. Они уверяют, что он может заменить в повседневной жизни массивные фотоаппараты со сменными объективами. Камеру пустят в продажу в следующем году. Она будет стоить 1699 долларов. На этом пока все. Не пропустите заман в 21.30. Будьте СТР. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры создавал DimaTorzok